Я хочу твою бабку в прошлое Где же так осознанно меня? Что за фигня? Что за фигня? Хочу твою я, пану, не тебя Веселись ты уже оттуда Иди лучше бабушку позови Сядь и успокойся Я сидела сижу Ну, наконец-то Дорогие мои любимые драгоценные девочки И Славик Сегодня у меня было видение Я скоро умру Мам, опять? Ты издеваешься? Так Во-первых, умирать я буду в первый раз И поэтому давай, пожалуйста, без инсинуации Ложное обвинение Да Мам, я с работы отпросилась Вот ради этого? А ради чего, стесняюсь спросить Ты готова была пожертвовать на меня чуточку своего драгоценного времени Подари мне несколько минут Это очень важно Сегодня во время медитации Не было видения А медитации меня учила в Индии И об кампур Валентина Михайловна, вы за меня не переживайте Я если что не понимаю, потом в интернете посмотрю Я это умею Бабулька По сути А по сути я скоро умру Но меня это совершенно не беспокоит Но Вы должны будете меня кремировать Для того, чтобы душа моя совершила комфортный переход в новое живое существо В жабу, например В жабу В трапу переходят люди, прожившие всю жизнь в теле завхоза А люди моего уровня Переходят В бабочек По-моему идеально Приносишь в мир Только радость Это цирк какой-то Мам, ты не умрешь А если ты умрешь То мы тебя похороним и закопаем как нормального человека Тут не Индия Марина, ты куда? На работу Я опаздываю Марина Не разочаровывай меня И я прошу тебя не забывать, кто здесь мать А кто дочь Я-то помню А ты? Слава, пойдем Слава Слава Пойдем И когда планируется переход? Ну, кто это знает Скоро А как же магазин? Ты за ним присмотришь А Йоси? И за Йоси ты и присмотришь А я? А ты можешь достать дыма? Чего? Ну, шмыных свежак Ну, план Господи, травки что ли? Я в Индии курила Это неплохо перед переходом Бабуль, я не знаю Чего ты не знаешь? Для бабулечки Да Ты уверена, что за вами хвоста нет? Бабуль, сейчас не самый подходящий момент Опа На два часа мужчину в спортивном костюме Он точно нашел на пробежку А как он собирается передавать товар? Ты чего прикалываешься? Ну-ка передай ему трубку Я говорю, быстро передала ему трубку По какой схеме вы передаете товар? Я, ну, как обычно, в карман сумел У вас есть маскирующая деталь? Чего не понял? Предмет, которым вы прикроете нашу шмаль Чего за херня? Подстава какая-то Бабуль, ты чего было, а? Его еле уговорила Ты могла в час не звонить? Я контролировала ситуацию Она была потенциально опасна Потенциально опасна Говорить такой барыги Тем более по телефону Нет Просто не надо связываться с дилетантами Надо всегда иметь дело с профессионалами Бабуль, мы уже давно-давно не в Питере Где каждый второй юзает, а каждый третий торгует Мне кажется, тут вообще два барыги И то для них это хобби А так они пилы появляются Слушай, я за тебя очень волновалась А что это такое? Мне нечего Так будь добра Озвучь свои претензии Как взрослый человек Через я конструкцию А, окей Через я конструкцию Я просто в шоке с тебя В следующий раз ты что, Йоси за закладки пошлашь? Не нуди Звучит У меня магазин пора Да подождет твой магазин За свой магазин, бабуль Твоя 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 Здравствуйте Здравствуйте. Хорошо вам тут живется, да? Каждый день, как на курорте. Держите камень в руках почаще. Он так лучше работает. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я так все знаю, какое венок она хотела. Ай, какое не хотела. Мань, иди с Йоси погуляй. У тебя смена в магазине. Симон» «Симон» Продолжение следует... Не надо так хлопать. Шкафы из Италии. Приготовь мне кофе. Шкафы из Италии. Я знаю, о чем ты думаешь. Я не думаю. Да я буквально слышу твои мысли. Господи, какая же ты предсказуемая. Мне страшно. У меня галлюцинации. Какая банальность. Вот этот камень я нашла в Индии. По легендам, он дарует вечную молодость. Все, мне надо к доктору. У тебя что-то болит? Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровося с ней. Что? Здоровося с ней, пожалуйста. Добрый день, девушка. Если вы обратите на меня внимание, я, возможно, смогу вам чем-то помочь. А это еще в Питере. Да, мама меня водила. Когда бы не подумала, что Марина может кататься на коньках. Каталась. Мы с ней много куда вместе ходили, пока не переехали. Например? Что, если я схожу с ума, это галлюцинация? Я не знаю, может быть, есть какой-то тест на призраков? Ты хочешь, чтобы я прошла через стену? Галлюцинации ты тоже умеешь делать. Как мне тогда понять, что это правда? Никак. Конечно, это все происходит в твоей голове. Но почему это не может быть правдой? Ты серьезно сейчас цитируешь Дамбудра? Хм. Валя была особенной, яркой, живой. Да. Сейчас особенно. Она тонко чувствовала людей. Да. То, что ты ему делала, я почувствовала сразу. А как она смеялась? Как же он жалок. Хорошо, что не случилось роману. Валя. Валя была моей подругой. Вот это новость. Мы часто говорили с ней, вспоминали молодость. Это ты вспоминала моя молодость при мне? Гордились нашими детьми. Считали их главным своим достижением. Женщину-мать. Этим гордятся, когда нет других достижений. Соберись. Возьми себя в руки. Виделись-то всего два раза в жизни. Отчего она умерла-то? Да у меня что-то с сердцем. Друга, что ли? Мужец какой? Так раз. Человек. Откровительная мать. Хочется. Откроем. 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 Я не хочу лежать в гробу. Это какая-то трагедия человеческой смерти. Я хочу быть свободной. Мне для этого не надо ни камень, ни крест. Я тебе помогу. А права взяла? Какие права? Мамины на машину. О, одно лицо. Ну, прически разные. Ну, и как мы это тащить будем? Давай, 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 давай. Я не так много ела, как ты кряхтишь. Ой, как это банально, предсказанно. Майка, ты же могла меня выпустить из окна. Эта последняя стрижка все-таки отличная. Вообще шикарно выгляжу. Багажник. Ты что, шутишь? Что тебе здесь? Бандитский Петербург? Ты вообще в курсе, что если ты едешь слишком медленно, ты тоже создаешь аварийную ситуацию на дороге? Ты-то откуда знаешь? У тебя даже прав нет. А? Что я, дорожный патруль не смотрел? Спасибо, что ты в ГТА не играла. Ты была в душе свободной птицей. Я был вольным ветром нагрел... Ты была в душе свободной птицей. Я был вольным ветром нагрел... Здравствуйте. Извините, что я вас разбудила. Мне нужно бабушку сжечь. Ну, завтра, пожалуйста. По записи. Ну, а как сейчас? У меня уже все уехали. Мы же договаривались. Послушайте, ну, мы с бабушкой договаривались. И нам никак нельзя завтра, надо прямо сейчас. А что за срочность такая? Почему именно сегодня? Почему завтра нельзя? Нет, девушка, так не пойдет. Не молчи. Скажи ему, что рано утром у тебя самолет, и тебе надо просто где-то в особом месте развеять прах бабушки. Послушайте, рано утром у меня самолет. И это желание почившего. Ну, вот завтра и приходите. С родственниками и с почившим. Понятно. Да он просто денег хочет. Ну, давай как-нибудь договаривайся. Скажите, а мы можем с вами как-то договориться? До свидания, девушка. Тридцать тысяч. Тридцать? Нет. Пятьдесят? Пятьдесят? Доброй ночи, я сказал. Сто! Что? Девушка, я говорю, все, все, идите, до свидания отсюда. Идите, у меня кошка боится. Сто. Сто пятьдесят? Сто пятьдесят! Ладно, хорошо, давайте только, пожалуйста, без претензий потом, ладно? Да, хорошо. Это быстрее как-нибудь можно? Да, да. Тихо, тихо, все хорошо. Ну что, где деньги? Бабуль, ты шутишь? У меня есть пятьдесят тысяч. Это здорово. А сто мы когда ему вернем? Пойди договорись с ним рассрочкой. Ты и знаешь, у кого их взять. Ну, нет. Я тебя сюда привезла, я уже все для тебя сделала. Все, что ты просил, но этого я делать не буду. Я не буду воровать у мамы. Ну, кто тебя просит воровать, возьмешь ненадолго. А как я их верну? Я не понимаю, чего ты уперлась. Надо решать текущие проблемы. У мамы есть деньги, ты возьмешь их ненадолго, потом как-нибудь. Потом как-нибудь, когда тебя уже не будет, я останусь с ней и мне придется объяснять ей, почему я воровка в квадрате. Тебе же пофигу, потому что ты уже будешь летать бабочкой над полями, да? Ты намекаешь на то, что я эгоист. Я, блядь, не намекаю. Девушка, у вас там все нормально? Подожди. Вообще, бабуля, извини, я не могу это сделать, это слишком. Мам, я... Я так и знала. Я так и знала, что если и не я, то ты будешь разбираться с ее капризами. Мам, это не капризы. Не капризы? Тебе 17 лет. Ты без прав везешь бабушку мертвую по серпантину в крематорий, чтобы та стала бабочкой. Это не капризы. Может, не бабочкой? А кем? Жабой? Только мы это не узнаем. Чего он там хочет? 150 тысяч. Сколько? 150. Ты этого не слышала? Так. Ладно, сейчас. Возьмем деньги из накопленного на ты. Нет, мы возьмем из моего золотого фонда. Нет, это подарок, Майя. Это твои деньги на первое время в институте. Мам, я даже не уверена, что... Да какая разница? Ты ребенок, Майя. Мам, я должна... Ты никому ничего не должна, слышишь? Мам, я ей должна. Да не должна ты ей. Главное, ей все должны, а она никому ничего. Мам, послушай меня. Я виновата. Да и в чем ты виновата? Я ее убила. Мама. 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 Слышишь? Ты тоже, мама. Прости меня. И ты меня прости. Я так тобой горжусь. Кто еще так сумел бы бабулю выкрасть в одиночку? Я была не одна. Короче, я договорился. Слава, нет. Это очень большие деньги. Не надо мне никаких денег. Что тогда? Через три часа откроется, зайдем нормально все сделать. Ну, на лапу я ему дал, конечно, две тысячи забеспокоит. Слышишь? Интересно, а переход может забросить душу куда-нибудь очень-очень-очень далеко? Ладно, я молчу. Ладно, не надо. Ладно, я тебя ждал. Я тебя ждал. Мама. Прикасс,optая. Америку. Интересно. Некомон. Прикасс. Некомон. Прикасс. Такс. Некомон. Я тебя ждал. Им. Я тебя ждал. Такс. Некомон. Такс. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok